Позвольте предоставить слово Олегу Александровичу Гладкову, профессору города Челябинск, правильной сопроводительной терапии. Руководитель рекомендации по сопроводительной терапии Русско. Пожалуйста. Спасибо за возможность вообще выступить в этой аудитории. Дело в том, что я первый раз вступаю на секцию по поддерживающей по пациентским организациям. И, к сожалению, для меня было большой сложностью изложить ту проблему, которая была обозначена в докладе с точки зрения простого понимания и, наверное, правильного проведения сопроводительной терапии. Потому что слово «правильное» само по себе подразумевает такое, какое, наверное, должно быть, такое мы хотели бы видеть в идеале. Или, может быть, в соответствии с самыми лучшими рекомендациями, которые существуют не только у нас, но и в основном за рубежом. Потому что отношение, наверное, это все прекрасно понимают, к медицине несколько иное. И возможности лекарственного, в том числе обеспечения и правильного подхода к терапии пациентов, оно тоже несколько отличается. Поэтому, ну, хотелось несколько слов сказать о том, что мы на сегодняшний день имеем. И как бы мы могли и хотели бы видеть поддерживающую терапию в наших клиниках, для того, чтобы наши пациенты, наши пациентки могли более легко переносить то лечение, те страдания, которые им доводится испытывать, проводя это битное, очень затяжное и очень сложное лечение в клиниках. И вообще вся та атмосфера, которая сопутствует этому лечебному процессу, наверное, это целый комплекс проблем, о котором стоит можно много долго говорить. Но я хочу остановиться только на узком и отдельных моментах, специфичных больше для нашей страны. Если посмотреть на эти графики, может быть, не очень четко видно, но это данные Великобритании по выживаемости пациентов за последние 40 лет. Вы видите, что возможность жить, возможность жить дольше появляется с каждой, ну, может быть, не годом, но с каждой декадой все больше и больше. И трудно сравнить те данные, которые были в 70-х годах, с теми данными, которые сейчас мы имеем уже во втором десятилетии нашего века. И мы понимаем, что это позволяет, дает возможность не только некоторым пациентам совсем избавиться от злокачественного образования, но и достаточно долго жить с хорошим качеством жизни, которое, наверное, наша задача докторов обеспечить. И не только в процессе лечения, химиотерапии, лекарственное, какого-то другого лечения, но и впоследствии, когда мы говорим уже о реабилитации каких-то состояний после проведенной терапии. Мы очень долго движемся по пути совершенствования лекарственной помощи. И вы видите, что эти пути, если вот так обозначить грубо, можно разделить на три больших варианта. Первый – это химиотерапия. Это то, с чего начиналось противоопухолевое воздействие. Она имеет старт свой с 40-х годов и на сегодняшний день до сих пор используется. И следующим этапом было создание таргетной терапии, о которой уже несколько было сказано слов. Были большие надежды, что это препараты, которые попадут строго в опухолевую клетку и нисколько не дадут токсических реакций. Но эта надежда не оправдалась. И в итоге мы на сегодняшний день имеем онкоиммунологию. К сожалению, все эти варианты лечения сопровождаются большим количеством осложнений. Это далеко не полный перечень, здесь приведены, я только указал наиболее частые осложнения, которые могут встречаться при таких вариантах лечения. При таргетной терапии была надежда, что, как я уже сказал, их количество уменьшится. Но, вы видите, это не так. И они очень серьезные могут быть, вплоть до развития сердечной недостаточности при использовании герцептина. И печеночной недостаточности и так далее. И вроде бы казалось, что с появлением онкоиммунологии у нас ситуация улучшилась, стало проще. И мы видим только основные реакции, которые развиваются нежелательно у пациентов. Это аутоиммунные поражения органов и систем организма. Но, несмотря на это, кажущееся уменьшение токсических воздействий при использовании противопухолевых препаратов, Я могу сказать, что по тяжести нежелательных реакций в виде аутоиммунных состояний, они могут ничуть не уступать всему количеству тех осложнений, которые сопутствуют химиотерапии. И задача доктора правильно управлять этими реакциями, которые могли бы позволить минимально токсично перенести терапию с большим качеством жизни или может вообще каким-то образом избавить больных от страданий при проведении такой терапии. Хотя в целом лечение онкоиммунологическое переносится значительно легче. И это тренд очень приятный, очень интересный для врачей и в большей степени для пациентов. Перед нами всегда стоит дилемма, как все-таки ужиться с хорошим эффектом лечебным и вот с такой токсичностью. Наверное, эта дилемма, она очень серьезная, и мы долго еще не уйдем от нее, нам долго придется решать эти все задачи и проблемы. И может быть, все-таки немножечко притормозить и сделать так, что наши пациенты, наши русские женщины, они очень терпеливые. Может быть, все-таки они потерпят какую-то часть побочных эффектов. Может быть, все-таки уделить внимание больше лечебному эффекту и сделать так, чтобы наши пациенты жили дольше. Оказывается, это не совсем так. На примере мелосупрессии, ну здесь показан только лишь примитивный механизм воздействия цитостатиков на органы кроветворения, на костный мозг. Я хотел бы показать вам пример того, как все-таки побочные эффекты такой терапии могут влиять на результаты лечения. В результате вот такого низкого количества лейкоцитов в крови мы видим отсрочку в проведении химиотерапии, редукции доз очень часто, то есть уменьшение доз, потому что мы не можем в полных дозах проводить лечение из-за низких резервов костного мозга. А, соответственно, уменьшение такой дозы может приводить к уменьшению выживаемости больных. Второй проблемой является развитие тяжелого осложнения в виде лихорадки, которая может сопутствовать этому процессу, возникновение жизнеугрожающей инфекции, положительной госпитализации. И это все приводит к уменьшению выживаемости. Поэтому потерпеть или не обращать внимания, наверное, это абсолютно неправильно в данной ситуации. И это было доказано еще в давних исследованиях, исследования 1995 года Джованни Бонадонна показал результаты лечения рака молочной железы, что уменьшение доз лекарственных препаратов приводит к уменьшению выживаемости больных. Это полные дозы, это дозы с редукцией. И мы видим, какая разница между теми больными, которые получали правильную, адекватную терапию, и какая разница тогда, когда пациентам приходилось уменьшать дозу вследствие того, что, может быть, не совсем или своевременно, или правильно было проведено соответствующее лечение по сопровождению химиотерапии. Не очень хорошо видно, но это данные уже не 1995 года, это данные буквально прошлогодние японские исследователи показали значение интенсивности дозы при терапии рака поджелудочной железы. Мы видим, что стопроцентная доза приводит к хорошему результату. Но если только уменьшить на 20% дозу, и мы сразу же, эти две кривые, тут одна очень плохо видна, они сливаются и фактически нивелируется эффект от проведения дювантной химиотерапии. То есть, не обратив внимания на этот важный симптом, это приводит к тому, что фактически то лечение длительное, полугодовое, которое мы назначаем пациентам, оно не обладает той заложенной эффективностью, которую мы от него ждем. Два слова. Фибрильная нитропиния – это состояние с высокой лихорадкой при низком количестве лейкоцитов. К счастью, фибрильная нитропиния встречается не всегда и не у всех больных, часто у пациентов с лейкозами, при солидных опухолях она не очень высока. Но большая проблема заключается в том, что это не только сокращение продолжительности жизни, но это отчасти иногда и гибель пациентов. Вы видите, что эти данные, хоть и 2005-2006 года, но они получены на 100 тысяч пациентов, которые получали химиотерапию. И эти данные абсолютно достоверны. Мы видим, что летальность, то есть смертность от этого состояния может достигать даже 10%. Слава Богу, в крупных центрах эта цифра намного ниже, но тем не менее мы должны понимать, что риски есть. И если не проводить те специальные мероприятия, которые мы всегда должны проводить при выполнении химиотерапии, то, конечно, мы подвергаем избыточному риску наших пациентов. Все это происходит из-за того, что существует провал лейкоцитов, и вот эта зона, она очень опасна на короткий период времени для состояния жизни пациенток. Проведение специального лечения колоннестимулирующими веществами, это белок, который вводится под кожу, позволяет эту проблему устранить. И вы видите, что этот пик, он несколько приподнят, уходит эта опасность, и мы на сегодняшний день имеем снижение с помощью головнестимулирующих факторов летальности и частоты возникновения этих нейтропений. Посмотрите, что такое воздействие этих укольчиков должно быть достаточно много, чтобы получить эффект. И это, конечно, очень неудобно. Сейчас современные препараты позволяют за счет уникального механизма действия добиваться так хорошего состояния буквально одним подкожным введением этих веществ. И очень даже интересно и отрадно то, что у нас появляются отечественные препараты, которые могут все это делать. Я не буду долго останавливаться на всех результатах. Хочу сказать, что только очень четкие есть критерии для того, когда эти лекарства надо вводить. Это не должно приходить на ум доктора совершенно спонтанно, и он не должен определять то, когда должен лечиться пациент на основании его только желания или взаимоотношения с пациентом. Это должно определяться многочисленными рекомендациями и стандартами лечения, которые существуют на сегодняшний день в достаточно большом количестве. Очень короткий пример по анемии. Вы знаете, состояние это очень сильно ухудшает жизнь наших пациентов. И встречается не так уж и редко, до 70% при некоторых злокачественных образованиях. В тот период времени при проведении лечения он может встречаться у наших больных. И, соответственно, мы должны понимать, что мы должны им в этой ситуации помогать. Причин для возникновения этого состояния достаточно много. И они сгруппированы в три больших таких варианта. Это анемия хронического воспаления индуцированная и анемия индуцированная химиотерапией. То есть, если не углубляться в патогенез, хочу сказать, что прежде чем назначать препараты железа, что очень часто делается в обычной практике, ну, есть анемия, есть снижение гемоглобина, ну, попейте пироральные препараты железа, надо очень тщательно разобраться в том, что это за болезнь, чем она вызвана для того, чтобы, может быть, там не надо, нет необходимости пироральные. А вдруг это фолиеводефицитная анемия или какое-то другое состояние. Если это все отметается, то мы, конечно, назначаем препарат, можем назначать эритропоэтин и тоже специальные белки, которые вот это если не назначать, а это если назначать, то повышается уровень гемоглобина от дня ко дню. И результаты лечения вот этими эритропоэтинами мы увидим, что их самое главное достоинство в том, что меньше нужно переливать эритроцитарную массу или кровь. Еще буквально коротко в качестве примера влияния тошноты рвота на качество жизни у больных, например, раком яичника. Очень интересные данные, я хотел с вами их познакомить. Это то, как больные отвечают на вопросы, заданные им в процессе проведения химиотерапии, кто испытывал какие-то нежелательные реакции. И если мы посмотрим, то вот на этом уровне находится такое, скажем, качество жизни, которое можно сопоставить со смертельным исходом. И вы видите, что тошнота и рвота, они находятся в очень опасной близости с этим тяжелым, ну я даже не скажу состоянием, наверное, это просто финалом, исходом. И, соответственно, мы очень часто недооцениваем некоторые симптомы, которые возникают у наших пациентов. Вот здесь как раз на этом графике приведены данные оценки врачей и данные оценки пациентов, то, как они относятся к тошноте и рвоте. Мы видим, что они существенно разнятся, если по острой тошноте и по острой рвоте, но еще какие-то есть сопоставления, да, вот острые, то по отсроченным состояниям мы очень часто, я имею в виду врачебный персонал, не дооцениваем то, насколько тягостный этот симптом для наших пациентов. А, соответственно, мы не до конца предпринимаем всех мер иногда для того, чтобы эти тягостные симптомы ликвидировать. Посмотрите, как решается этот вопрос в европейских странах. Здесь нет, к сожалению, полного соответствия с современным рекомендациям назначения такой противорвотной терапии. Самый высокий 91% соответствия зарегистрирован для умеренной метагенной химиотерапии, а для других видов иногда достигает 12-11%. Это говорит о том, что эта проблема, наверное, общая, она не только у нас в стране и в России, хоть я и критично в начале доклада высказался о нашем отношении к поддерживающей терапии, но вот это данные Соединенных Штатов Америки по той же самой противорвотной терапии, и вы видите, что здесь процент соответствия рекомендациям намного выше, 98%, 90%. Но, к сожалению, и здесь встречаются ситуации, которые особенно касающиеся отсроченной тошноты и рвоты, которые неадекватно решаются медицинским персоналом в отношении пациентов. Я попытался в литературе найти все-таки определение поддерживающей терапии, и вижу, что, наверное, лучше это сказано в рекомендациях Американского общества клинических онкологов, что поддерживающая терапия – это лечение, которое сфокусировано на облечении симптомов, вызванных серьезным заболеванием. Оно может быть не только злокачественной опухоли, но в данной ситуации мы говорим о ней. Это лечение может быть назначено в любое время в течение всей болезни пациента с целью помочь чувствовать себя более комфортно. Это как раз то, что мы ставим своей задачей для того, чтобы обеспечить более комфортное проведение всего периода терапии. Вы видите, сколько подводных камней, сколько препятствий встречается на пути к достижению результата наших больных. И мы, конечно, должны думать, и думать постоянно наряду с тем, чтобы выработать правильный, оптимальный путь лечения пациентов, еще и правильную, оптимальную стратегию поддерживающей терапии, которая заложена в большом количестве рекомендаций и российских, и европейских, и американских, и британских. То есть в каждой стране, по сути, есть свои какие-то руководства по тому, как надо действовать в случае возникновения тех или иных нежелательных реакций. И если следовать правильно и грамотно этим рекомендациям, то мы в состоянии на сегодняшний день заблокировать большинство из них, хотя полностью сделать абсолютно комфортным лечение нам зачастую не удается. И, к сожалению, этот факт нам следует признать. И потихоньку, может быть, меньшими темпами мы движемся по пути коррекции нежелательных реакций в процессе проведения лечения, чем в достижении выраженного противоопухолевого эффекта. Тем не менее, возможности такие есть. И я бы вот на этом слайде хотел бы продемонстрировать то, как бы, может быть, хотелось лечить наших пациентов на примере простой схемы доксорубицин с циклофосфаном. Эту схему терапии получает большинство больных раком молочной железы. И, наверное, я ее специально взял с той целью, чтобы показать, как в большой популяции пациентов могут быть решены проблемы правильно сопроводительной терапии, хотя считаю, что это может быть даже далеко не полный перечень. Но прежде всего, перед тем, как проводить химиотерапию, очень часто, и не то, что очень часто, а для этой схемы рекомендовано проведение противорвотного лечения. Это противорвотное лечение должно проводиться как до начала терапии, так и после, для того, чтобы как раз повлиять на то состояние, которое мы называем отсроченной тошнотой рвоты. И вот, как правило, как правило, к сожалению, в большинстве случаев на этом поддерживающая терапия заканчивается в России для пациенток. И дальше все происходит спонтанно, где какие условия есть для коррекции побочных эффектов, тот так их и проводит. Среднестатистическая сопроводительная терапия представлена на слайде, и хотел бы вам показать, что можно было бы сделать дальше. Вообще, если мы будем разбирать это с позиций современных руководств, то схема доксорубицин-циклопосфанов относится к варианту терапии, который сопровождает с возникновением фибрильной тропинии порядка 20%, а требует, соответственно, использования колонии стимулирующих факторов. То есть мы обязаны назначить как раз вот тот белок, о котором я сказал. Дальше. Мы знаем, что в определенном проценте случаев есть тяжелые стоматиты, то есть поражение слизистых оболочек полости рта, которые, к сожалению, не дают возможности адекватно питаться, приходят к снижению нейтральной поддержки во время проведения лечения и снижению количества лейкоцитов. Поэтому одним из европейских, в частности, рекомендаций является охлаждение полости рта в процессе проведения химиотерапии к сочкам льда. Дело в том, что это введение болюсная, доксорубицина, циклофосфан вводится в течение 30 минут, поэтому в течение 30 минут можно подержать ледышку во рту для того, чтобы резко уменьшить количество осложнений со стороны мукозитов. Это позволяет сузить сосуды и меньше повлиять цитостатику на воздействие его на слизистую полость рта. Дальше. Один из вариантов охлаждения волосистой части головы сейчас все больше и больше о нем говорят. Я знаю, что в городском онкологическом диспансере есть такая методика, и она действительно показывает, что это помогает реально. К сожалению, может быть, не для всех комфортно, потому что охлаждать волосистую часть головы это, может быть, иногда и тактильно не очень приятно, тем не менее, вероятность выпадения волос снижается. Определение уровня тропонина. Мы все забываем, что вводя доксорубицин, мы воздействуем на мышцу сердца. И если думать о том, что мы будем иметь не только завтра и послезавтра, а будем иметь через 5 лет, через 10, через 15, то мы обязательно должны помнить о том, что это можно профилактировать воздействие на сердечную мышцу, соответственно, определяет уровень тропонина Ай. При его повышении мы можем назначать бета-блокаторы, а они снижают порядка на 60% вероятность развития застойной сердечной недостаточности. Дальше. Часто при, ну, может быть, не у всех пациентов, но в определенном проценте случаев развивается анемия, соответственно, мы можем тоже специальные белки вводить, о которых я уже сказал. Это дробопоэтин, один укольчик, он обеспечивает такое воздействие. Ну, и отношения к этим веществам разные, но в российских рекомендациях они прописаны, это геопитопротекторы при повышении уровня ферментов АСТЛТ. Вот все то, что можно сделать, это то, что зависит иногда от доктора, от его решения, что-то он может предвидеть, что-то он может подсказать пациенту заранее, чтобы он был сориентирован, и потом впоследствии провести такую терапию. Что она позволяет? Она позволяет, конечно, снизить большое количество побочных эффектов, соответственно, вовремя правильно провести лечение в полном объеме и достичь максимального результата, тот, который мы ждем. Я хотел, чтобы вы посмотрели на этот слайд немножко другими глазами. Если мы обратим внимание, то вот это лечение, оно занимает всего 30 минут. Теперь посмотрим, сколько времени занимает вот эта терапия. Это большой труд, это гигантская работа, которая складывается не только из, может быть, каких-то стараний физических, но еще и финансовых, потому что стоимость вот такой схемы химиотерапии, ну, в пределах 15 тысяч рублей, я так грубо скажу, стоимость поддерживающей терапии, я думаю, что где-то в 7-8 раз больше, чем стоимость самой химиотерапии в данной конкретной ситуации. К сожалению, ориентация на хорошую выживаемость пациентов, она правильная, но, к сожалению, еще раз повторюсь, она не предусматривает система нашего здравоохранения, выделение достаточного финансирования для такой сопроводительной терапии, и, может быть, доктора были бы очень рады и счастливы и очень часто назначать, и знают многие об этом, но, к сожалению, не всегда к этому есть возможность. Но я хотел бы еще сказать совсем два слова в конце, не хочу злоупотреблять, что я бы еще провел бы здесь очень такую большую, толстую, жирную линию, которая называется психологическая помощь пациента. Я о ней сегодня не сказал, к сожалению, у нас она в наших центрах решается, не везде одинаковая, и, наверное, это самая большая проблема, которая должна быть в ближайшем будущем каким-то образом быть решена. Спасибо за внимание.